Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Рада тебя видеть у нас в гостях. Спасибо, и это взаимно. Потому что это значит, что будет очень душевно, это значит, что будет очень искренне, светло, и это будет по-настоящему, по-народному, глубоко. И, в общем, я могу дальше распинаться очень-очень долго, признаваясь тебе в любви. Спасибо. Ну, и, конечно, мы с тобой должны сразу сказать, что наша встреча по очень важному событию сегодня происходит. Те, кто смотрит «Страной и слушают», они уже слышали рекламу предстоящего главного музыкального события в эфире и не раз, да, в виде роликов. Ну, а теперь нам с тобой предстоит уже поподробнее рассказать. Итак, 21 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Юбилейный концерт Марины Девятовой. 20 лет вместе с вами. Все верно. 18.00. 18.00 – начало. Друзья, Мариш, ну я тебя поздравляю с таким событием грядущим. Подожди, пока еще рано. Подожди, сейчас ладошки потеют, потому что осталась фактически финишная прямая нам. И вот это вот самые-самые-самые, да, сейчас волнительные? Да, это самые такие седые волосы, нервные клетки. Спасибо семье, что понимает, потому что мама сейчас просто не в адеквате, потому что все сейчас, конечно, направлено на концерты. Это для меня знаковое событие. Ну что тут говорить, не каждый день, наверное, да, артист может позволить себе сделать сольный концерт. В Кремле. На главной площадке, да, странной. И плюс еще, конечно, такой дате посвященной. Это же такой мощный, отчетный некий такой концерт. Да, это на самом деле, правильно говоришь, отчетный концерт для меня как такая некая ступенька, после которой, я надеюсь, я буду еще дальше, дальше, дальше развиваться, идти. Ну, конечно, есть еще куда расти, есть еще куда стремиться. Несмотря на то, что уже, ну, я точно могу знать, что в нашей стране нет ни одного человека, кто не знает, только Марина Девятова. Несмотря на то, что и по земному шару-то тоже сложно найти такую страну, где ты не выступила бы, и где тебя, в общем, тоже близко ли или так отдаленно, но знают и слышат. Однако стремиться есть к чему, и вот, собственно говоря, а чему ты посвятишь еще 20 лет творческой деятельности своей, давай поговорим. Следующие 20 лет? Наверное, надо будет что-то, наверное, вот эти 20 лет, это те годы, когда я брала, когда совершала ошибки, наступала на те же грабли, вставала, отряхнувшись, продолжала свои движения. Следующие 20 лет, наверное, я надеюсь, придет то время, когда надо будет уже что-то отдавать, потому что есть что сказать, и есть что сказать нашему подрастающему поколению, и у меня план грандиозный, мыслей много, и очень хочется, наверное, быть полезной уже не только своему зрителю, да, но и тем молодым начинающим артистам, которые, собственно говоря, подрастают, и которых у нас в стране огромное количество. Мы просто даже не подозреваем, как много талантливой у нас молодежи. Поэтому, может быть, это будет какой-то фестиваль, который я на свои плечи посажу, как обычно, и поеду вместе с ним. Ну, то есть хочется что-то такое полезное уже делать для нашей страны. И делиться, делиться, делиться. Да, ну, потому что, на самом деле, это ведь такой закон, что если ты отдаешь, то тебе еще больше и придет. Поэтому хочется отдавать не потому, что хочется, чтобы больше пришло, а просто потому, что есть как бы желание, и самое главное, хочется помочь именно опытом. Потому что теоретического знания это дает учебные заведения, и этого много. А вот практическое знание, как правило, всегда вот, чтобы не наступали на те же грабли, на которые наступала и я, вот хочется об этом как бы говорить и рассказывать. Ах, чудесно, что я могу сказать. Давай про твой концерт, который предстоит нам с огромным удовольствием посетить 21 апреля. А, понятно, будешь ты, да, и у тебя еще огромное количество гостей заявлено. Прямо какое-то невероятное количество, что я уже даже волнуюсь, что зритель в какой-то момент может сказать, а где Марина, почему мы все время смотрим. Да, уважаемых, известных, конечно же, людей, любимых, но вообще-то мы пришли на Марину Девятого. Но это будут, это будут мои друзья. Так. Это будут люди, чтобы все просто сразу теле и радио зрители понимали, что, да, бывает такое, когда мы встречаемся, коллеги, мы встречаемся на телевизионном проекте, который снимается там под Новый год, да, мы просто встретились, записали какой-то красивый номер и разбежались. Это тоже называется дуэт. Вот. Но на моем концерте это будут люди, с которыми я реально дружу и общаюсь. Это мои друзья, это мои коллеги. Их много, всех, к сожалению, не смогли включить в силу того, что у многих даже гастрольные концертные графики не пересекаются. Точнее, пересекаются наоборот. Вот. Поэтому это мои хорошие коллеги, голосистые артисты, за которых не стыдно, которые вот такие вот люди и просто по человеческим своим качествам. Это и Саша Панайотов, это и Сережа Волчков, это и моя дорогая, любимая Варварушка, это Глеб Матвичук, без папеньки, куда же мы, без папеньки, никуда, маэстро должен быть. Да, это и Саша Буйнов, это и оркестр Волынщиков города Москвы, которые тоже сделают со мной такой нестандартный, неординарный номер. Ну, то есть это дуэты, в которых... Мы еще забыли с тобой Глеба Матвичука упомянуть. Мы сказали, Глеба, да, Глебушка сказали, хорошо. А, Сережа Войтенко тоже сказали. Да, группа Баян Микс, Сережа Войтенко, Алексей Петрухин, господи, все, вылета... А, Сережа Куприк. Вот, неожиданно. Неожиданно. И главное, вот, знаешь, мне было очень интересно, потому что, как правило, артисты, да, ну, допустим, Саша Панайотов, он говорит, слушай, Маринка, я никогда в жизни не пел народной песни. Ну, правда, ну, как бы, я и народная песня. Не буду раскрывать всех тайн, дабы, чтобы была некая интрига, но он говорит, слушай, а почему у вас вот слова ша-о-еб-ку, это что такое? Я говорю, ну, это шапка, но у народного, как бы, да, трактования иногда бывает такое слово, как огласовки, ша-о-еб-ку. Вот, или ой, или ай, вот эти все вот ики-аки, они у нас всегда присутствуют. Он говорит, слушай, ну, вы поете. То есть, так классно выводить друзей из зоны комфорта. Маринка, я вот сейчас подумала, что тебе как раз нужно, наверное, просвещать наших артистов уже именитых. И раз ты видишь, они, оказывается, вообще ничего не знают про народную музыку. Нет, они прекрасно талантливые ребята, но просто, опять-таки, если... Про наши истоки они ничего не знают. Это просто в силу того, что я в этом жанре нахожусь, живу, как бы, да, это моя жизнь. Поэтому вот с Сережей Куприком тоже мы тут недавно встречались, обсуждали номер. Он там говорит, слушай, ну, я инородная песня. Я говорю, ну, а как вы хотели? Надо вылезать. А у Александра Буйнова при этом не было таких вопросов. Да, сказал, народный? Легко. А у народных артистов, у них нет вообще вопросов вообще. Как у матросов практически. Да, потому что он уже народный мэтр. Ну, танцев очень много будет, насколько я поняла. Это большие коллективы, да. С Краснодарского края едет Кубанская казачья вольница. Я обожаю этот коллектив, это, ну, что говорить, казаки. То есть всё, тут просто выходит, шашка, вот, будем убивать энергетикой. Ну, то есть это 20 лет прекрасной моей творческой деятельности, и поэтому песенный репертуар, который там будет находиться, да, в программе. Мы даже, признаться честно, с режиссёром, с Галинваной Симоновичей, она говорит, слушай, ну, три часа, Марина, ну куда люди? А я очень не люблю антракты. Ну, не знаю, я понимаю, что буфет меня в этом смысле ненавидит. Конечно. Потому что надо же что-то же дать людям поесть. Но я не люблю антракт, потому что, как бы, да, проседает публика, и дальше опять её надо поднимать, раскачивать. Но с другой стороны, та публика, которая сходила в буфет, и немножечко жидкости с пузырьками пригубила. То их уже не надо... Они уже приходят такие раскачанные, Марина, они... Кремлёвский дворец все приходят заранее для того, чтобы, если что, уж там употребить. Ну вот, ты же всё знаешь. Поэтому я говорю, да, хорошо, да, три часа, конечно, многовато. Давайте, ну вот, два с половиной. Я надеюсь. Ещё же надо понимать, что я люблю поговорить. И ещё все коллеги тоже захотят поговорить. Душа как развернётся, да, и... Поэтому запасайтесь, друзья мои. Антракта не будет. Антракта не будет. Друзья, так, что... Будем танцевать с места на место переменять. Какие-то фунфырики, что-то как-то так надо или до. Ну, в общем, я знаю, что вы находчивые, смелые, умелые. Но хозяйка вечера так решила, поэтому нам с вами остаётся только принять эти правила. Ну и, с другой стороны, я с тобой согласна. Тратить даже время вот это невероятно жалко, просто. А это минут 20, наверное, минимум в итоге плюс. Для того, чтобы 5700 человек вышло и вошли, 20 минут мало. Это, как правило, минут 40. А это время и это выходной. Это, кстати, вербное воскресенье. Очень хороший светлый праздник. Ой, правда ведь, действительно. Вот, поэтому... Нет, я надеюсь, что у моего зрителя всё будет хорошо с анатомическими потребностями. Поэтому мы будем... Я думаю, что и поплачем, и посмеёмся, и похулиганим, потанцуем, все эмоции испытаем. Но будет такой настоящий... Очень надеюсь, да, не будем загадывать, но очень хотелось бы, чтобы это был настоящий праздник народной песни. Друзья, мы обязательно продолжим разговаривать с Мариной. У нас сейчас, кстати, тоже будет Марина в эфире. Это будет клип твой. Давай посмотрим, послушаем. Лучшее в стране. Продолжается программа, друзья. Марина Девятова у нас сегодня в гостях. Мы уже начинаем потихонечку отмечать 20-летие творческой деятельности. 20 лет вместе с вами. Именно с таким названием концерт. Марина подарит всем поклонникам, всем вам, друзья, 21 апреля в Кремле. Пожалуйста, заранее позаботьтесь о билетах сейчас. Нужно ещё наверняка успеете. Слушайте внимательно нас и смотрите, потому что в нашем эфире тоже мы разыгрываем билеты на концерт Марина Девятовой. Но самое главное, сейчас нам с вами тоже послушать и пообщаться с Мариной, узнать подробности, задать интересные вопросы. Марина, ну 20 лет, скажи вот за это время. Были ли мы слишком в голове шальные дыну эту народную музыку? Может быть, всё-таки в хип-хоп, R&B, куда-то туда? Как ни странно, нет. И, возможно, вообще, когда я заканчивала школу общеобразовательную, был такой период, это были такие жёсткие 90-е годы. Денег нет, всё плохо. И так, скажем так, хотелось каких-то самостоятельных финансовых каких-то достатков. И мне очень хотелось быть всегда самостоятельной. В силу того, что, наверное, родители развелись, и мама всё-таки женщина, которая остаётся с двумя детьми одна, она вот нас с сестрой так воспитывала. Девочки должны быть самостоятельной. Сами за себя. Мало ли что, когда-нибудь. И вот это вот мало ли что, когда-нибудь такое выросло. И пытаются стать женщиной. Значит, и мне очень хотелось купить себе самой, я не знаю, там, тушь для ресниц, лак для волос, чтобы постоянно не ходить, не клянчить у матушки денег. И я пошла работать один день. Это было. Немного. Я пошла работать в продуктовый магазин. Это был скандал дома. Я сказала, всё, мне всё надоело, вы мне денег не даёте столько, сколько я хочу. Я пошла работать один день в магазин. Дальше папа понял, что ситуацию надо как-то эту менять. И как-то мне говорят, слушай, ну если ты хочешь зарабатывать денег, надо вокруг себя организовывать людей. То есть как бы становиться лидером. С чего-то надо начинать. Да, согласна. И он меня научил вот не рыбку ловить, а удочку мне подарил. А что касается народного жанра, Саш, может быть, я как-то старомодно сейчас выгляжу, но когда я оказалась в музыкальном колледже, мне было 15 лет. Я вот сейчас смотрю на подростков, я не представляю, неужели такое тоже может быть. Когда я оказалась в музыкальном колледже, у меня ни разу не оказалось сомнения того, что я что-то неправильно делаю. То есть для меня народная песня стала модной, популярной, форматной, хайповой, как угодно это назови. Потому что рядом со мной стояли моего рода и моего возраста ребята. При этом при всём музыкальный колледж это прекрасная психиатрическая клиника, в которой кто-то где-то в углу разыгрывается, распевается на скрипке, на дудке, на гобои, не знаю, на барабанах, дирижирует окно, ну всё что угодно. И при этом при всём ты понимаешь, что эти ребята, они такие же современные. Мы слушали «Зефиру», мы слушали «Сплин», мы слушали всю нормальную музыку, но при этом при всём мы кайфовали, когда мы выходили на сцену. Да, в этих народных чехлах, как нас называли. Но при этом при всём мы были счастливы, ребята. Это были классные годы. Может быть, здесь вот причинно-следственная связь, что учителя, вот классные учителя, которые передавали нам, не просто рассказывали, да, а мы ездили в экспедиции, нам это всё показывали. Это было не просто теория, это была практика. И поэтому у меня ни разу, вот за мою творческую деятельность, не было желания сменить жанр. Хотелось где-то когда-то, может быть, попробовать, потому что был телевизионный проект «Народный артист». Да, да, и хотели тебя и переодеть, и другой репертуарчик. И ты никуда до этого не денешься, потому что конкурс эстрадный. Конечно. И, соответственно, вокруг тебя, да, какое сознание, такое окружение. Окружение моё было все эстрадные. Ну, там, представьте, Саша Панаютов и Марина Девятова. Это же два разных абсолютно певца. И если мне находиться с такими, как Саша, то я уже начну даже петь, скорее всего, такие же песни. При этом, при всём, я понимаю, что моя природа, внешность, голос, тембр. И, кстати, вот тембр голоса – это то, что невозможно изменить. Можно всё что угодно – отрезать, причесать, нарастить, я не знаю, вколоть. А всё равно будет слышно всегда на роднице. Тембр голоса, конечно. А это то, что даёт Господь Бог. И вы это не поменяете. А, ну и прекрасно. И слава Богу, спасибо тебе за это, что ты так верна, и ты прекрасная народная музыка. Спасибо моим родителям, что им удалось меня в этом смысле уговорить и научить эту песню любить. И это чувствуется и слышится, друзья мои. Прервёмся ненадолго, хоть и не хочется это делать, но нужно. Но вернёмся очень скоро, обещаю. Будьте с нами. А у нас сегодня в гостях Марина Девятова. Этот год, 2019-й, он такой очень важный для Марины и для поклонников её, потому что отмечается 20-летие творческой деятельности. 21 апреля в Кремле концерт «20 лет вместе с вами». Конечно, огромное количество друзей, музыкантов, артистов. И это, друзья, в основном именно дуэтное выступление. Конечно, артисты сейчас учат усердно народные песни, они мучают Марину, говорят, Марина, помоги. А что это такое? А как вот здесь лучше взять горлом, грудью? Я не знаю, как правильно вырезать. Но что, Марина находит время, да, и с каждым вот уже практически готов номер с Александром Подайотовым. Да, ну, конечно, номера готовы все. Все готовы номера. Все номера готовы, конечно. Ну, нет предела совершенства, я уверена, все равно, что ребята сейчас... Как ты думаешь, есть ли вероятность того, что кто-то из, может быть, гостей теперь в народный жанр переманится и начнёт следом за тобой путешествовать с народными концертами? Я думаю, что вряд ли, потому что всё-таки вот те мои уважаемые коллеги, которые придут ко мне и поздравят, и выступят со мной на сцене, это уже состоявшиеся артисты. И, наверное, как говорят, коней на переправе менять, наверное, не стоит. Поэтому, ещё разок повторюсь, тембр голоса — это то, что мы не можем поменять. Поэтому я не уверена, что Серёжа Волчкова вдруг неожиданно захочется петь народные песни. Хотя, допустим, шаляпинские какие-нибудь вдоль по Питерской, а почему бы, наверное, и нет. Но опять-таки как эксперимент, возможно. Но у него есть уже свои слушатели, свои зрители, своя публика, уже своя ниша, поэтому смысл ему это делать. Варвара, допустим, мы с ней находимся, слава богу, в народном жанре. И вот вообще меня всегда спрашивают, а как вот вы вдвоём уживаетесь-то? Вы же двенародницы. Конечно, вы, по сути, должны быть конкурентками. Самое главное, чего нет у нас, — это зависти. Как только зависть начнёт присутствовать, всё. То есть если артист, коллеги, даже в одном находясь жанре, не завидуют друг другу, мы прекрасно гармонично находимся и на сцене, и вне неё. Поэтому я очень её люблю, очень её уважаю. У вас особенная связь какая-то. Варвара каждый раз тоже, когда к нам приходит, она тебе исключительно самые добрые, прекрасные слова говорит. Потому что нету зависти. Наверное, потому что она реализована, я реализована. Поэтому мы идём постепенно, параллельно друг к дружке. И ведь если мы посмотрим на прошлые годы, на прошлые века, всегда было несколько народниц, которые так или иначе, кто-то больше к фолку, кто-то больше к советской песне, кто-то к авторским произведениям. Но они были. Но всё равно у нас конкуренции меньше, чем у попсовиков. Я с тобой соглашусь. Я с тобой соглашусь. Мария, ты же выступала в разное время перед разными крупными политиками, чиновниками. Понятно, там и наш президент, и премьер, и других стран, и даже перед королевой Елизаветой Второй. Скажи мне, пожалуйста, вот королева, она как, прихлопала в ладошки? Нет? Она хотя бы улыбалась? Она прониклась, скажи мне, пожалуйста, русской душой. Этот вопрос мне всегда задают. А как она реагировала? Я говорю, ну, друзья, моя корона она не сняла, и в пляс она не пошла. Нет, так. Она находилась в тот момент в рамках протокола. Есть такое вот дел, как протокол. Ну, уже так немножко всё-таки в такте. Она подхлопывала, потому что я уже, как бы, собственно говоря, уже говорила, что это надо делать. Потому что, как правило, когда представляешь страну, да, Калинка, Подмосковные вечера и Катюша, это то, что знает во всём мире. Поэтому на Катюше, ты хочешь или не хочешь, даже если ты очень сухой, я не знаю, человек, малоэмоциональный, ты всё равно начнёшь это делать. А у неё просто, как бы, ну, обязывает её статус, поэтому, естественно, она вела себя очень так скромно, аккуратно. Но впоследствии мы познакомились, как бы, да, пожали друг другу руки, поблагодарили. Это были Дни культуры России в Лондоне. И вот Королевская чета посетила сие мероприятие. Ну, кто-то, скажи, был, кто не усидел? Не возьмём конкретно это мероприятие, возможно, какие-то другие. Ну, если так вспоминать, Нурсултан Назарбаев очень тепло отнёсся, потому что вначале... Вообще перед главами государств так выступать психологически немножко непросто, потому что всё-таки мне кажется, что они как-то сразу тебя сканируют. И вот на меня смотрели прям чётко, конкретно в глаза, и всю песню «Ой, то не вечер» у меня были мокрые ладоши, я думаю, что-то я не так выгляжу, что-то я не так пою, что происходит. И после этого он так встал, зааплодировал сам вначале, потом зааплодировал весь зал, он подошёл, значит, мы с ним обнялись, он говорит «Молодец!» И ушёл. Всё. Я думаю, всё, мне сейчас казнь. А она нет. Оказалось, нет. Наоборот, почтение, респект и уважение. Ведь президенты, люди, которые занимают высокие посты, они же... Высокий пост, они же тоже люди. Они тоже имеют свои скелеты в шкафу, у них тоже есть свои проблемы, у них тоже есть семьи, дети, проблемы. Но это всё же естественно и понятно. Просто они... Работа у них такая, да? Поэтому эмоции, сердечные вот эти вот наши тонкие струнки, они же тоже имеются. Поэтому хочется иногда призадуматься и поплакать. Просто ответственности больше, проблем больше, безусловно. Вот. Поэтому наша задача артистов сделать так, чтобы у них немножечко как бы счастье прибавилось, наверное. Мариш, как бы ни странно это звучало, это песня из репертуара Людмилы Зыкиной. Значит, когда я искала... Ну, надо же какие-то новинки, да, в сольный концерт выпускать и предоставлять зрителю на их суд, я столкнулась с песней, которая была исполнена Людмилой Георгиевной в очень спокойном, тихом, таком, её лиричном настроении. А там, вдали, моя Россия. Песня называется. Я её пересмотрела по-другому, аранжировала по-другому, и у нас получился такой хороший, добрый твист. Поэтому танцуют все. Класс! Давай! У меня иногда проблема бывает со словами, поэтому я буду немножко подглядывать. Извините, друзья, я ещё не всё выучила. Всегда грущу, когда уеду куда-нибудь в далёкий край. Тебе во сне иду по следу, дождями след мой не смывай. А там, вдали, во небо в синем дожди льняные в рассвете дня. А там, вдали, моя Россия, моя Россия зовёт меня. Летят, летят весною птицы, они летят из дальних стран. Они хотят дождя напиться, пересекая океан. А там, вдали, в тумане синем дожди льняные в рассвете дня. А там, вдали, моя Россия, моя Россия зовёт меня. Здесь будут дикие танцы. Пускай дожди пройдут густые, пускай застынет и нет лист на льду. Я слышу сердца позывные, и я иду к тебе, иду. А там, вдали, в тумане синем дожди льняные в рассвете дня. А там, вдали, моя Россия, моя Россия зовёт меня. А там, вдали, в тумане синем дожди льняные в рассвете дня. А там, вдали, моя Россия, моя Россия зовёт меня. А там, вдали, моя Россия, моя Россия зовёт меня. Марина Девятова, друзья! Спасибо! Спасибо огромное тебе! Это премьера, мировая премьера в студии страны ФМ. А 21 апреля эта же песня тоже прозвучит на концерте 20 лет вместе с вами. И, конечно, будет ещё масса сюрпризов, Марин. Как мало сегодня таких песен. Их вообще, точнее, нет сегодня. Сегодня совершенно другая музыка. Вот всему виной Людмила Георгиевна. Вот надо же было мне так наткнуться над такое вот произведение. Оно абсолютно, вот если сейчас его включить, это такое «А там водолит, там-там-там, в тумане синем». Ну, она имела потрясающую возможность Кантилен исполнять любую песню. У неё был потрясающий диапазон, и я вот её услышала в такой танцевальной, в твистовой, почему-то, в форме. Мария, скажи мне, пожалуйста, на концерты твои сегодня, ты сама пишешь у себя в Инстаграм, что встречаешь всё больше и больше молодых людей. Вот, как тебе кажется, это те, которые благодаря родителям выросли на твоей музыке, в том числе, там, и на музыке папы твоего, предположим, или что это за ребята, откуда это молодёжь во времена, не знаю, там, лейблов очень мощных артистов, там, Blackstar, LJ и так далее и тому подобное? Ты знаешь, Саш, вот есть Москва, а есть Россия. Это абсолютно два разных государства. Как бы я не любила свой родной город, я москвичка в третьем поколении, здесь родилась, и я обожаю этот город. Но есть Россия, и вот тут, наверное, регионы, республики, которые, да, многочисленные, которые находятся в составе нашего государства, они чтут свои традиции. И это, наверное, прекрасно. И замечательно. Значит, когда зал стал молодеть, я очень обратила на это внимание, когда четыре года назад мы отмечали 70-летие Победы. Так. Может быть, это связано с какими-то нашими внешними, да, политическими, какими-то конфликтами и так далее. Не знаю, но я стала обращать внимание, что ребята молодые стали приходить моего возраста уже с детьми. Типа мои. Вот Ульяша два, три, четыре года. И в том числе приводить стариков. Видимо, это бабушки и дедушки. Поэтому здесь причинно-следственная связь, потому что, ну, сама понимаешь, наверное, если мы дома эту музыку не слушаем, не включаем, не ходим на концерты, да, если мы ребёнку показываем, что надо ставить максимально лайков Инстаграма, от этого ты будешь счастливым ребёнком, то, естественно, он будет за нами повторять, потому что ребёнок повторяет не то, что он слышит, а то, что он видит. Поэтому, если мы ходим на концерты, в музеи, на какие-то спектакли, правильно, вот сюда, вот в его черепную коробку закладываем информацию, всё, и, естественно, он будет считать, что это норма. Как это произошло со мной? Да, мои родители тоже, ну, как бы молодые люди были, и они слушали Битлз, Длэд Зепплинг, Дип Пёпл, там такой ракешник дома играл. Подожди, ну, ты же вот, ты же начинала, то с чего, с троллейбуса, по маршруту от Ивановского до Выхина, объявляла остановки, пела, это же. Да, 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 это природа так проявлялась. Люди до сих пор, которые ездили в эту маршруту, помнят, вспоминают, что-то пишут. Это просто так творчество моё реализовывалось, то есть мне надо было как-то себя проявить, и вот мы вместе с сестрой, мама у нас в выходные, женщины в выходные, это значит, она должна прибраться, приготовить, погладить. Да, дел, конечно, много. Да, она нас с папой, идите, идите, гуляйте. А вот дедуля у меня, собственно говоря, работал владителем троллейбуса, это был самый весёлый 64-й троллейбус, потому что Катюшка выдавала билетики, а я пела. А тогда микрофоны были такие смешные, маленькие, он объявлял остановку, у нас был потрясающий вообще. А что ты пела? Ты объявляла остановки на распев? Да, нет, 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 остановка, я правильно, я их все заучила, а между остановками я пела. Но там был большой выбор в репертуаре. Значит, там было «Я буду долго гнать велосипед», потом было «Детство, детство, ты куда бежишь?» Вот, и дальше мне очень нравилась папина песня «Вдоль по улице молочек идёт». Я ещё, правда, проговаривала всё это плохо. Но, в общем... Ты же на троллейбус аплодировал, а благодарность относились пассажиры. Сейчас, я думаю, это было смешно. А дед так торжественно как рулил баранкой, папироса у него была. Давай, следующая. Это потрясающая история. Так что моя карьера началась в троллейбусе, наверное. Ну да, это уже не 20 лет, а гораздо больше получается уже. С трёх лет. С трёх лет. Я себя помню. Я помню сестру, которая мне подыгрывала. Она у меня на 7 лет старше. Она уже в музыкальной школе тогда училась. У неё хороший слух, она гармонически всё подбирала. У нас были домашние концерты. Причём я эти концерты сделала платными. Да. То есть бизнесмен во мне родился ещё тогда. И причём я с сестре говорю, с родной матери деньги брала. С родной бабушкой. Причём более того, я говорю, Катюх, ну а почему мы должны бесплатно это делать? У Кати тогда просто, ну, она не искренне не понимала. Я, значит, при входе в комнату, это был наш концертный зал, я повесила объявление, что у нас на диване стоят по 50 копеек. То есть там ещё были VIP-места какие-то? а перед диваном стояли стулья со спинкой. Это по рублю. И, значит, на стуле лежали, мы растрепали такие, раньше было модно искусственные веники дома иметь. Вот эти цветы мы, значит, растрепали, потому что артисту же надо бросать, понимаешь, да, на сцену. Конечно. Вот. В концерте у нас были и классические произведения, которые сестра играла, учила в музыкальной школе. Обязательно танец, какая-то сценка. И финал, это был мой выезд на трёхколёсном велосипеде. Почему я буду толком на велосипеде? Барыкина я любила. Вот. И, соответственно, я три круга проезжала и уезжала. И вот когда я уезжала, мне все махали и бросали цветы. И один раз у меня у бабушки не оказалось рубля, у неё был червонец. И она говорит, Маринка, у меня нет вот, ну, я как бы, я говорю, нет. У нас нет сдачи. До свидания. Я закрыла дверь, и бабуля торжественно сидела. Мне три, ну, четыре, наверное, говорят. Бабуля торжественно просидела весь концерт в кресле, в коридоре. Потом она мне, конечно, это всё припоминала 20 раз. Мы уж, конечно, уже потом смеялись, потому что она говорит, ты помнишь? Ты помнишь, как ты меня не пускала? Я говорю, а чего? Рубля не было, что ли? Ну, то есть, да, это вообще, конечно, забавная история у меня такие детские. Мы с сестрой всегда, мы всегда пели, занимались. У нас была лаковая стенка, и она всегда была идеально чистая. Знаешь, почему? Почему? Потому что это было зеркало, а там отражение. Мы увидели. Она была идеальна. То есть, когда мама просила нас прибираться, то стенку не надо было прибирать, потому что она была идеально начищена, потому что мы с ней стояли. Потом ещё у нас, потом уже пошли группа «Мираж». Наташа Гулькина, «Милый, посмотри, по небу летит». Ну, всё нормально. Лак был, это как бы лак для волос в момента микрофона. Это понятно, конечно, конечно. Но посмотри, ведь у Ульяночки, у дочки твоей чудесной, у неё-то сцена появилась гораздо раньше, получается, в жизни. Она уже несколько дней назад выходила на сцену вместе с мамой. Во время канцов. Это был, во-первых, сюрприз для мамы. А, то есть, эта мама была не в курсе? Это был город Химки, и мы поехали всей семьёй, и она как бы за кулисами почему любит находиться? Там танцоры. Она на них смотрит, и она начинает перенимать все эти дроби, эти ручки, вот эту вот всю народную нашу культуру. И тут я исполняю песню «Можно я буду рядом?» Это у меня такая колыбельная есть, которую я посвятила Ульяшке. Ну вот, женщины уже в слезах, всё там, весь зал уже. И я смотрю, у меня супруг стоит в кулисах с Ульяшей и как-то ей показывает её же на экране, да, и потом задаёт ей вопрос. Он говорит, «Так, маме пойдёшь?» Она говорит, «Да». И он её отпускает, и она идёт. А так как на сцене темно, у меня только контровой луч на меня она справлена, и я понимаю, что на меня идёт маленькая тень. Моя такая Ульяна Алексеевна. Не стесняюсь. Слышите спокойненько, выходит на сцену. Всё, уже сопли по колену уже, тётки все плотки повытаскивали. Всё, мы пошли с ней. И я в этот момент, Саша, поняла, что я не могу, потому что я начинаю плакать, ну как бы от вообще ситуации, да? Артистка отключилась, мама, мама только. И петь, и плакать — это невозможно. А Ульяна Алексеевна схлопотала свой букет, который ей подарили. Совершенно, да. Мы с ней поаплодировали, мы с ней поклонились, как мы это делаем дома, потому что дома у нас тоже есть своя сцена, у нас есть тазик, на который мы встаём и танцуем. И мама в этот момент, внимание, караоке, потому что она говорит, я говорю, что, кадриль? Она, нет. Я говорю, казаки? Да. Казаки, и она казаки, она так, ей тут едут, она, мама, я говорю, кадриль, да, кадриль моя сердечная. У нас с ней репертуар отточен вообще. Варина, артистка же будет. Артистка? Ну, у неё выбора особого нет. У неё нет выбора, конечно, да, но подожди, а если всё-таки чуть постарше и скажет, нет, я буду юристом, ради Бога, помогу, чем смогу. Главное, чтобы была счастливая женщина. То есть насилия никакого в этом смысле не будет. А это бесполезно, потому что зачем? Насилие, оно всегда приводит потом к страданиям. Для меня, как для мамы её, важно, чтобы она была счастливой женщиной, чтобы у неё была семья, чтобы у неё был муж, чтобы она была за мужем, а не как её мама впереди планеты всей. Вот, потому что это сложно, признаюсь честно, это всегда как бы кажется, да, что я такая вот нежная, божий одуванчик. Поверьте, стою себе, пою на сцене песенки хорошие, народные, красивые. Но никто же не знает меня с другой стороны, что это ещё тот упрямый барашек, который... Ну ты абсолютно честна, ты во всех своих интервью, ты всем журналистам и поклонникам всегда говоришь, я совершенно непростой и руководитель команды, да, и в семье, да, со мной очень сложный характер. Я добрая. Ну получается, ты вспыльчивая, строгая, но отходчивая. очень быстро, я очень быстро, я стрелец, огненный знак, я очень быстро, как бы, меня можно вывести, причём, как правило, меня всегда очень сильно выводит, если человек не мыслит так же, как и я. Эта проблема, опять-таки, наша семейная, потому что я, это мой отец только в юбке. Так. Вот, если человек не начинает так же быстро соображать и действовать, И главное, соглашаться во всём. Нет. Не обязательно? Я критику очень хорошо воспринимаю, но конструктивную, чтобы это было, не просто, знаешь, творческого человека всегда можно обидеть легко, мне не нравится, что не нравится, ну просто не нравится, ну что конкретно, ну не знаю, не цепануло, что значит не цепануло, объясните что. Потому что всегда оценивать творчество, будь то хореография, будь то живопись, будь то какое-то прикладное искусство, это всегда сложно. Вот, поэтому мои семейные, они уже как бы меня просто знают, и поэтому они как-то какие-то вещи на где-то просто не обращают внимания, такие, да, ладно, что-то поворчит всё, но я очень быстро отхожу, и более того, я не боюсь извиняться. Я считаю, что благодарный человек, счастливый человек, человек, который умеет признавать свои ошибки, это человек, который встал уже на ступеньку к какому-то хотя бы саморазвитию. Поэтому даже если я с кем-то, я не ругаюсь никогда, я просто иногда, может быть, могу ругаться на ситуацию, а человеку кажется, что я на него ругаюсь. Но я потом извинюсь, потому что я говорю, слушай, я сейчас была не в адеквате, особенно если это концерт, что-то касается работы. Я перфекционист. У меня всё должно быть идеально, проводочки должны быть все приклеены на сцене, всё, полы помыты, я не знаю, то есть балет вычищенный, выглаженный, если это что-то не так, труба. Друзья, у нас сейчас пауза короткая, музыкальная, мы вернёмся, выйти с нами. Марина Девятова у нас сегодня в гостях 21 апреля, вербное воскресенье, как мы выяснили сейчас, в Марине Сольный концерт 20 лет вместе с вами. Да, это 20 лет творческой деятельности, да, это 20 лет потрясающих, ярких, очень душевных, красивых песен, концертов. В конечном итоге любви и тепла, искренности, которые ты нам даришь на протяжении всего этого времени. Мариш, ну уже огромное количество детей подросло, несмотря на то, что ты молодая девушка, но выросли на твоих песнях, посещают твои концерты, в чём-то копируя, может быть, даже благодаря тебе отправились также в музыкальные школы, в какие-то различные музыкальные кружки. Скажи мне, пожалуйста, папа, народный артист России, Владимир Сергеевич, что он на сегодняшний день уже может позволить себе сказать своей артистке, дочери, я имею в виду, всегда ли это похвала уже на сегодняшний день из его уст, или может он ещё где-то сказать, Марина, ай-яй-яй, не надо, вот это было не очень, что-нибудь в этом духе. Сейчас, наверное, уже мы в том состоянии отношений, когда он, наоборот, ничего не говорит, потому что он понимает, что уже всё стоит на рельсах, всё уже едет, и сейчас он говорит, слушай, ну сколько можно работать? Даже так? Да. А ну к тому, что всё-таки семья, ребёнчик, муж, он про здоровье говорит, слушай, ты о себе-то помни вообще, ты не железная, и я всегда киваю ему головой, говорю, да, пап, ты прав, абсолютно прав, но ты же знаешь, какой это наркотик, не мне тебе рассказывать, что это такое, да я знаю, но ты понимаешь, что потом, кто вообще к тебе придёт, если что, вдруг, только вот родные и близкие, не забывай, у тебя ребёнок уже есть, то есть раньше получить, чтобы вы все понимали, получить похвалу от Владимира Сергеевича мне, да, хотя все думают, что вот папа народный артист, он, наверное, ей всё тут вот купил, приобрёл, нет, это были слёзы, это были бессонные ночи разговоров, разговоров, и отец, он как бы советами всегда меня как-то спасал, он, чтобы от него добиться какой-то комплимент, это дорогого стоит, тут буквально, наверное, года три назад, я уже беременна была у нас, мы как-то собрались с семьёй, вместе посидеть за столом, значит, и тут папенька вдруг неожиданно говорит, да, у Маринки там есть пару треков, и мне нравится, я их слушаю, я чуть в этот момент не подвергнула, я встала вот так сказала, ты сейчас это серьёзно мне говоришь? Он сказал, да, а что, мне нравится, ну не всё, конечно, нравится, но нравится, я говорю, ух ты, папенька, не может быть, сейчас мы уже, как бы, ну мы два самостоятельных взрослых артиста, мы понимаем, что мы хотим, и как бы он просто с высоты своего опыта, да, взрослого, со стороны своего полёта, он просто понимает, что это только так кажется, что гастрольная деятельность, да, это легко, это так просто, ах, красивый артист, он вышел на сцену, а что за кулисами, нас так и научили, все свои проблемы, неважно, что у тебя там отвалилось, заболело, умер у тебя, кто, неважно, оставь это за кулисами. А зритель не виноват. А зритель не виноват, да, зритель хочет получить удовольствие, он пришёл, заплатил свои кровные, заработанные денежки, поэтому будь добр, и вот ты со всем этим багажом, неважно, куда ты прилетел, на Дальний Восток, да, где у тебя по идее, тебе на сцену выходить, а у тебя просто организм ещё спит, голос спит, он не привык, ты выходишь и работаешь, и исполняешь, и радуешь своего зрителя, поэтому гастрольная деятельность, она прекрасна и необходима, и я всегда говорю, что, ну, как бы, да, конечно, Инстаграм и все эти социальные сети, они сейчас необходимы, но не количество лайков говорит о популярности и о любви к артисту, а люди, которые пришли к нему на концерт, понимаете, которые не виртуально просто поставили лайк, а которые, когда у тебя 25 тысяч, может быть, ну, 30 тысяч рублей зарплата, и тебе надо с женой сходить на концерт, артистов очень много, каждый день в любом городе, то концерт, то по два концерта идёт, людям сложно, это не просто день города, куда вы пришли на площадь, посмотрели бесплатно, посмотрели, а вы достали 2000 рублей, и заплатили, и заплатили, всё зависит от того, кто был передо мной, иногда бывает такое, что два абсолютно одинаковых артиста... вы получили зарплату. Вот, а если это какое-нибудь градообразующее предприятие, одно единственное в городе, сосенский какой-нибудь, ну, то есть, это всё, я каждого зрителя своего благодарю, потому что, помимо того, что они пришли, они подарили мне своё хорошее настроение, цветы и купель подарили, это тоже зарплата, это тоже, то есть, я говорю, что есть Москва, а есть наша великая родина, и там люди живут, и мы порой иногда даже себе представить не можем, как сложно бывает иногда жить. Мне кажется, сейчас просто огромное количество зрителей, наших слушателей прослезились, потому что вот такое огромное уважение к зрителю, своему слушателю, далеко не у каждого артиста можно повстречать, Мариша, это правда. Спасибо. Я тебя очень хочу попросить исполнить что-нибудь сейчас. Так, сейчас, я хотела, признаться честно, сейчас поменять хотели в процессе эфира песню, но нет, всё-таки говорила, что конины переправе не меняем, не меняем, поэтому поём, Люба, братцы, Люба. Ух ты, отлично. Как за чёрный ерек, как за чёрный ерек, Ехали казаки сорок тысяч лошадей, И покрылся берег, И покрылся берег, Сотнями порубанных, Пострелянных людей. Люба, Люба, Братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим Атаманом Не приходится Тужить, Люба, Братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим Атаманом Не приходится Тужить, А первая пуля, А первая пуля, А первая пуля, А первая пуля, Братцы, Ранила меня. Люба, Братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим Атаманом Не приходится Тужить, Люба, Братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим Атаманом Не приходится Тужить, А жена Поплачет, Выйдет за Другого, Самого Товарища Забудит Про меня, Жалко Только Волюшку Да Широко Полюшка, Жалко Мать Старушку Да Буланного Коня, Люба, Братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим Атаманом Не приходится Тужить, Люба, Братцы, Люба, Люба, Братцы, Жить, С нашим Атаманом Не приходится Тужить, Кудри, Майерусы, Чем Маи, Светлые, Дравами, Бурьянам Да Болынью Порастут Кости Маи Белые, Сердце Мое Смелое, Коршуны Да Субтитры создавал DimaTorzok 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 Маменька, конечно, бабушки наши все Только наши бабушки знают, как лучше для наших внуков И самое главное, чтобы не дуло Упаси, Господь, это ушки задует Вообще, мне кажется, что любой состоявшийся большой артист Это артист, который имеет очень большую сильную команду рядом Причем иногда порой бывает такое, что, допустим, если мы берем музыкантов и бэк-вокалистов Иногда порой бэк-вокалисты даже сильнее, чем сам вокалист И в этом есть своя сила Мой коллектив — это люди, которые, так же, как и я, преданы народному искусству В первую очередь, конечно, это мой директор Ирина Кстати, тоже девятого Это, получается, Господи, дай бы их память, это четвертая супруга моего папы Вот, это мои мачки, молодцы Да, у нас такой семейный подряд Но я знаю Иришу с 11 лет И это тот человек, который, ну, собственно говоря, весь подростковый Первые выщипанные брови, первый макияж, это он был с ней Конечно, это моя вся дирекция, это техническая группа, это балет Ребята все профессиональные, с высшим образованием Ну, скажем так, это люди, которые неравнодушны И, наверное, я их в какой-то степени пытаюсь всегда заразить своим вот этим перфекционизмом Который иногда мне мешает в личной жизни Но в работе, я считаю, что я требовательна как к себе, в первую очередь, так и к своему коллективу А иначе дело не пойдет, иначе будет бардак А с бардаком далеко не уплывешь Слушай, ну, как здорово я у Ирины вижу хэштеги в Инстаграме Марина Девятова лучшая певица в мире И это абсолютно искренне видно, что это ставится Потому что действительно так считает Она мой такой, да, поклонник, мой настоящий фанат в хорошем смысле этого слова Ну и, конечно, преданный друг Потому что вот эта связка, да, директор, артист Мы пережили все Мы пережили огонь, воду и медные трубы Кстати, мы тоже вместе прошли Мы прошли беременность, ульяшку, роды, возвращение То есть это были потрясающие вообще годы Но, наверное, в этом и заключается жизнь, да Это не всегда все гладко, это как пешеходный переход Полоса черная, полоса белая И самое главное в этот момент оставаться все-таки вместе Дальше, конечно, еще же моя дорогая, любимая пиар-мама Наташа Ракицкая, которая каждый раз, когда говорит Ну когда, я уже скажи мне Когда я смогу тебя вставить в какую-нибудь съемку Я смотрю твой график, ты всегда на гастролях, Марина Ну так же невозможно Вот, без нее тоже я никуда Потому что вот как-то это отношение Я не знаю, правильно это или нет Но я стараюсь в своей команде развить семейные отношения То есть такое вот тепло, добро Не всегда это получается Иногда я из-за этого страдаю и получаю Но все равно я уверена, что работа в данный момент Потому что я провожу на ней, наверное, большую часть своей жизни И особенно, когда это сезон Это семья А если ты в семью не хочешь возвращаться О, это страшно Это очень страшно, да 21-го концерта Скажи, что дальше? Гастроли, концерты? Дальше страстная неделя Дальше молчу И это мой принцип Потому что в своей жизни уже имелся опыт Когда мы в страстную субботу работали И там все, лампочки вырубались Свет выключался Мальчик балетный упал, головой внесли Все, я сказала, больше я не буду Все, Боженька сказал Нельзя ему перечить А дальше подготовка, 9 мая Майские праздники Я надеюсь, весна уже когда-нибудь к нам придет Травка зеленит Солнышко блестит Ну, нам остается только надеяться, да, на это Просто надеяться Был снег Вчера был ноябрь Я думаю, что вот такой вот холодный апрель Это нам за хорошую прошлогоднюю осень Потому что уж если вспомним Мы в ноябре солнце светило Ходили в легких курточках Не все нам наслаждаться Мариша, ну я знаю, что 21-го апреля Ты со своей командой Ты сделаешь все возможное И наконец-то уже зима точно Надолго покинет Москву и Россию матушку Я еще, кстати, извиняюсь, хотела сказать всем радиослушателям Что если вы придете на концерт То те билеты, входные билеты Начало, кстати, в 18.00, дорогие мои На всякий случай Эти билеты, они будут действительно как билет в Кремль То есть помимо того, что вы сможете прийти на концерт О, на экскурсии погулять Вы сможете погулять по Кремлю Поэтому вот с 16.00 можно приходить И смело царь Пушку, царь Колокол Все соборы можно будет зайти Потому что многие, ну даже впервые, да Конечно, конечно, что тоже нужно будет время для этого сходить Бонус, спасибо большое за это Кремльевское дворце Мариша, ну теперь, наверное, я попрошу тебя коротко Но очень так искренне от всей души, как ты умеешь это делать Сказать людям вообще про народную музыку Почему ее тоже и важно, и нужно слушать Что есть в ней такого, чего нет в современной музыке Не знаю, в каком-то либо другом жанре Наверное, так скажу, если коротко Народная песня — это то, что нас всех с вами объединяет Поэтому народная песня, она богата своими корнями, своими истоками Она разноэмоциональна, разноплановая Но в ней есть самое главное, в ней есть душа И если вы ее поете, если пропускаете через душу, через сердце Значит, вам всегда будут верить Мариша, спасибо тебе огромное за нашу сегодняшнюю встречу Большое спасибо Мы всегда очень рады тебе, и Богдат, и будем рады и 30-летие творческой твоей деятельности, и 40-летие, и 50-летие отмечать Мы желаем тебе успеха, аншлага и вообще творческих побед Ты большая умница, невероятная Поэтому тебе просто огромнейшее гигантское спасибо и успехов Спасибо тебе большое 21 апреля Кремль на концерт к Марине Девятовой Отправляемся все, друзья И жду в гости Спасибо, обязательно Всем спасибо Лучшее в стране Спасибо Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ